Мы продолжаем наш эфир. У нас в студии гость Игорь Фанасьевич Федотов, председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга. Поговорим о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. С завтрашнего дня проезд в Екатеринбурге подорожает на 3 рубля. Вместо 23 рублей за одну поездку мы будем платить 26. Вот поможет ли повышение цен удержаться на плаву муниципальному общественному транспорту? Ну, какие льготы предусмотрены для обычных льготных категорий екатеринбуржцев? Ну, вот об этом мы и узнаем сейчас у нашего гостя Игоря Фанасьевича Федотова. Здравствуйте, Игорь Фанасьевич. Добрый день. Ну что, перевозчики много задолго весь прошлый год, вот 2015-й, говорили о такой уже назревшей необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте. И про то, что они долго сдерживали цены, тоже уже все екатеринбуржцы знают. Перевозчики даже называли себестоимость одной поездки, например, для автобусов 31 рубль, а для метро 28. Но тариф подняли только на 3 рубля. Вот спасет ли это муниципальных транспортников сложившейся ситуации, и учитывая то, что этот год называют, ну, так предрекают, достаточно сложным, говорят, он будет? Ну, вы сами назвали цифры себестоимость перевозки в том же самом муниципальном автобусном предприятии. На сегодняшний день 31 рубль. И если мы говорим цену, предельную цену за тариф 26 рублей, сами поймаете, разница, она все равно остается, и предприятие, оно не спасет. Оно, конечно, выручит предприятие, особенно с учетом той сложной обстановки, в которой они попали в течение 2015 года и в конце 2015 года, но полностью оно не спасет. Не спасет полностью? Полностью. А почему? Вот с одной стороны уже есть те, кто возмущается. Вот, подняли сразу, там было 23, теперь 26, это вот, значит, две поездки было, например, ну, допустим, туда-обратно, 46, а здесь 52. А если на количество поездок пропорционально увеличивать, то, соответственно, и сумма, вот как-то, наверное, это существенно. Но, с другой стороны, я напомню, последнее повышение стоимости проезда в общественном транспорте было 4 года назад, осенью 2012 года. Поэтому цены сдерживали достаточно долго. Так почему бы, например, не поднять, ну, сразу, ну, хотя бы до 30 рублей? Побоялись возмущений екатеринбуржцев, нет? Ну, тут, во-первых... В Питере там-то стоимость-то нормально до 30-ника уже подпрыгнула. Здесь все-таки гречь шла о том, что сегодняшняя ситуация в России, в экономической, все-таки достаточно сложная. Мне не хочется это комментировать. Мы старались учитывать все стороны заинтересованности предприятия и, в том числе, жизненный уровень горожан. И поэтому та цена, которая сейчас установлена РЭКом, 26 рублей, она, конечно, меньше, чем та, 31, которую просили муниципальные предприятия. Но и РЭК, и городская администрация посчитала, что эта величина, ну, может быть, действительно реально экономически обоснована. И с учетом сегодняшней ситуации, ну, по крайней мере, не вызвать большие проблемы у горожан. Здесь еще нужно сказать другую часть. Ведь та разница между стоимостью, которую получают перевозчики за перевозку пассажиров, и той реальности без стоимости, она покрывается в основном практически во всех городах России, и в том числе в Европе, с помощью дотации разного уровня бюджета. Если мне не изменяет память, во Франции это доходит до 70%, датируется, в Германии бывает до 50%. Даже в наших городах России называют то же самое Новосибирск или Челябинск, с чем нас обычно сравнивают, там уровень дотации бюджета, вот эта разница выпадающих доходов, она достаточно хорошая. А вот в чем хитрость низкой стоимости проезда, например, в Челябинске. Они все время хвастаются просто. Да, конечно. Вот эту разницу, вы сами понимаете, если эти предприятия не доплачивать до той себестоимости, предприятие завтра встанет. Ему нельзя будет покупать электричество или дизельное, допустим, топливо, нельзя будет колеса, нельзя будет делать минимальный объемный ремонт, и предприятие встанет. Единственный способ – это все-таки датировать и выплачивать эту разницу. Слушайте, надо было, как в суде, просить повышение до 35%, тогда РЭК дал бы разрешение поднять хотя бы до 30%. Практически так и получилось, просили 31%. Правда, этот вопрос поднимался с весны 2015 года, и только в конце 2015 года было принято решение до 26. Ага, хорошо. Объясните мне вот такую вещь. Это вопрос, который, наверное, мучает не меня одну. Почему такие вот всегда тарифы, знаете, неровные и неудобные в расчетах, особенно если речь идет о наличном расчете в общественном транспорте? 23, 18, 26. Почему не 20, 25, 30, 15? Не кратное пяти. Ну, вы имеете в виду цифру, которая платит за наличный расчет? Ну, цифра эта появилась в результате экономического обоснования. И, повторюсь, это такое совместное решение РЭК, поддержанная администрация, и то, что заявляли, точнее так, меньше, чем то, что заявляли о автомобильном перпятии. Мне хотелось бы сказать немножко о другом. Вот мы все время говорим про цифру 23, 26, но реально те деньги, которые платят наши горожане, и те деньги, которые получают перпятия, они сильно отличаются от тех цен, которые мы, или стоимости, которые мы сейчас называем. Если мы говорим, что стоимость проезда была 23 рубля, то по той же самому электронному кошельку, то есть наиболее распространенный способ оплаты, он у нас больше половины стоимости представляет, по электронному кошельку горожанину нашему обходилось в 21 рубль. У нас есть другие тарифы, в частности, допустим, тот же самый месячный проездной, при предельной стоимости 21 рубль горожанину поездка обходилась в 18 рублей. И при приятии за поездку... То есть, по идее, как и везде, за опт получается дешевле. Если я куплю проездной, а не буду расплачиваться разово за каждую поездку, то я так существенно могу сэкономить в течение месяца на проезде? Да, я уже цифры назвал. 18 рублей – это та стоимость, которую платит горожанин за поездку в городском транспорте, но в то же время это те деньги, которые наши предприятия получают за этого горожанина. То есть, повторюсь, цена за проезд им обходится по себе стоимостью 31, а получает 18. То есть, разница здесь получается ещё больше. Это не 23 и 31 рубль. Вот чтобы я не занималась подсчётами, я всё время говорю, что у меня с математикой не очень хорошо. Вот сколько будет теперь стоить проездной, допустим, на месяц для человека, который пользуется всеми четырьмя видами общественного транспорта и метро, и трамваем, троллейбусом и автобусом? Ну, вы знаете, я бы начал немножко с другого. Вот уже разговариваем с теми или иными категориями граждан, отвечая на вопросы, которые нам поступает и в наш комитет. Самый первый вопрос волнует в основном наших льготников. А сколько льготники будут тратить на наш городской транспорт? Обычно интересуют... А сколько будут льготники? И сохранятся ли, кстати, льготные категории и льготные проездные? Вот два вопроса льготники задают. Первый вопрос – сохранятся ли в том же самом объёме льготы? Раз, и сколько мы будем тратить? Я хочу сказать, что льготники, положение по перевозке льготников не меняется. Льготники – это у нас пенсионеры, школьники, студенты. Ну, основные категории. Основные категории – да. Но вопрос, который хотелось бы сразу ответить, но это льготники, которые прописаны или зарегистрированы на территории города Екатеринбурга. Перечень этих льготных категорий, он есть по становлению городской администрации. Этот перечень составляет, по-моему, три листа, там достаточно большой объём льготников. Так вот, льготники, те, которые пользовались Екартой, и тариф у них назывался проездной, который раньше они платили, занимать 400 рублей, теперь в новых условиях он будет стоить 426 рублей. То есть тариф для льготников на месяц увеличился на 26 рублей. При этом надо сразу сказать, что поездка льготнику по этой Екарте обходился раньше в 6 рублей 13 копеек. То есть предприятия муниципальные получали за этого льготника 6 рублей 13 копеек. То есть приобрести Екарту и пользоваться ею гораздо выгоднее? Это про льготников, хорошо, самый распространённый второй тариф. Нет, про льготников, про льготников. Мы же, когда говорим о льготниках, мы давно уже забыли, что это там, допустим, ветераны, инвалиды и прочее. Это тоже льготные категории. Но большинство екатеринбуржцев, взрослых, например, меня, волнует школьный проездной, волнует студенческий проездной. Меня вот это волнует гораздо больше, если честно. Я бы не стал про льготников забывать, потому что льготники – это практически треть перевозимых пассажиров по Екарте. Это очень большая цель. Треть пассажиров по Екарте с ценой проезда 6 рублей 13 копеек. Треть пассажиров? По Екарте. Так. Дальше. Если разговаривать о других тарифах, второй по популярности, я подчёркиваю, второй по популярности тариф – это электронный кошелёк. Электронный кошелёк, повторюсь, он стоил при тарифе 21 рубль, при максимальном тарифе 23 рубля, он обходился горожанином 21 рубль. Следующий по популярности – это проездной с лимитом 70 поездок. Проездной с лимитом 70 поездок. При этом тарифе раньше одна поездка обходилась 18 рублей 57 копеек, и проездной стоил 1300, а сейчас в чём будет стоить 1500 рублей. И поездка будет обходиться в 21 рубль 43 копейки, при предельном тарифе 26 рублей. То есть, если рассуждать в масштабах, например, месяца 30 дней, то, в общем-то, повышение не такое уж существенное, вполне себе терпимое, ну, прямо так скажем. Ну, если рассуждать даже с момента последнего повышения цен, у нас повышение, предельное повышение тарифов произошло на 13%. Напомню, предыдущее повышение тарифов, оно было на более чем на 27%. Как-то Вы меня прямо так сбили, я хотела там ковырять, там залазить Вам под кожу, дескать, повышение, повышение, 3 рубля, 3 рубля. Как-то Вы меня так успокоили с моими даже вот школьными, там студенческими проездными. И, в общем-то, даже мне теперь и совсем и не страшно. Кстати, сообщения от наших телезрителей приходят приблизительно такого же рода. Единственное, вот что хотелось узнать, где можно найти какую-то общую информацию, чтобы каждый человек, который пользуется общественным транспортом, мог найти какую-то информацию и подсчитать для себя, какой проездной для него выгоднее купить, где это можно найти тем, кто, как и я, в уме не очень. Я сразу могу сказать, что вся основная информация по тарифам сейчас есть на двух основных сайтах, которые, в принципе, этими работами занимаются. Это и сеть, там выложены новые тарифы. Они есть, эти тарифы, на сайте городской администрации. Более того, на сайте городской администрации сейчас разместили так называемый тарифный калькулятор, который позволяет в зависимости от нескольких параметров, а это категория граждан, в зависимости от студентов, школьников, льготников или категория общего пользования, в зависимости от предпочтения по транспорту, трамвай, троллейбус, метро, в зависимости от количества поездок, введя вот эти параметры, этот калькулятор предлагает нашим гражданам оптимальность с его точки зрения тарифа. То есть там прямо не нужно ничего сидеть на бумажке высчитывать, там прямо специальная программа? Удобные картинки в том формате, в котором сейчас у нас приняты, составляют все компьютерные программки. Народ кликает мышкой по той категории, которая выбирает, и в итоге калькулятор подбирает, и мы оптимально вводим. Кстати, немножко покривила душой, я перед эфиром попробовала. Можно не запоминать название сайта, можно в любом поисковике набрать, посчитать стоимость проездного, в любой вариации попадете на нужный сайт, на нужный калькулятор, и вам удастся посчитать стоимость наиболее выгодного проездного для себя, для своих близких, родных, даже если, или особенно если они попадают в льготные категории екатеринбургцев. Вот, кстати, не первый год в Екатеринбурге уже говорят и работают над тем, чтобы передвигаться на общественном транспорте, чтобы пересаживаться на общественный транспорт. Ну, то есть такие звучат постоянно призывы, да, дескать, перехватывающие парковки там попытки, да, строить, дескать, бросайте общественный транспорт в центр на метро. На общественном транспорте двигаться быстрее, на общественном транспорте двигаться выгоднее. Вот, как-то будет меняться в 2016 году пассажиропоток? Будет ли, например, ну хотя бы какая-то часть екатеринбуржцев, таких, знаете, ортодоксальных автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт? Ну вот, какая-то работа в этом направлении ведётся? Ну, я могу сказать, что всё-таки приоритет общественного транспорта, он и раньше стоялся в Екатеринбурге, он остался и сейчас, более того, сейчас продолжается работа по тому, чтобы в общественном транспорте можно было двигаться быстрее, можно было двигаться более комфортно. Ну, если говорить про скорость передвижения, на сегодняшний день мы пытаемся разгрузить городские улицы от личного транспорта, и вы видели, что вот с 2013 года в техническом плане до 2014 года у нас развивается проект по платному парковочному пространству. Более того, этот проект на сегодняшний день, он имеет уже определённые границы, и в 2016 году этот проект планируется и в последующем развивать. То есть мы ставим целью, чтобы личного транспорта, особенно в центре Екатеринбурга, стало меньше. Нет, это понятно. Вот Игорь Фанасьевич, смотрите, я автомобилист с очень-очень-очень большим стажем, и вот прям автомобиль для меня всё. Я скажу, что на автомобиле мне в любом случае даже по пробкам двигаться выгоднее, потому что он позволяет мне не надевать на себя много одежды зимой, не одеваться тепло, потому что я мало передвигаюсь по морозу короткими перебежками. Он позволяет мне не таскать с собой тяжести, потому что у меня достаточно много ноутбук-планшетник, какие-то вещи, куда-то вечером собралась на тренировку, что-то ещё. Всё это на себе я бы просто не смогла утащить. Но, тем не менее, попробуйте меня, как завзятого автомобилиста, такого человека, убедить пользоваться общественным транспортом. Ну, хотя бы вот чем-то там, не знаю, скоростью, выгодой, не знаю, тем, что там веселее, теплее. Кстати, тепло там в общественном транспорте? Вот давайте так вот, начнём с чего. Временами, вот уже я и сам наблюдал, временами бывает от одной остановки к другой проще пройти пешком, чем ехать на сегодняшний день в городской транспорт. Это раз. Второе, если мы всё-таки городскому транспорту предоставим приоритеты в движении автомобилисту, и будет человек точно знать, что он на городском транспорте не просто там 5 минут выиграет, а в разы быстрее приедет в нужное себе место, и более того, если он ещё приедет комфортнее, то я убеждён, что наш горожанин начнёт пользоваться транспортом. Для этого, если уже дальше развивать ту тему, как мы собираемся это сделать, мы уже раньше это делали, и сейчас мы собираемся развивать полосы для выделения, выделенные полосы для общественного транспорта. А вот попробуйте, ой, предположить, вот сколько пройдёт времени, прежде чем автомобилисты, даже вот те, не подберу сейчас такого слова, которое можно произнести в эфире, ну поймут, что выделенная полоса для общественного транспорта, это выделенная полоса для общественного транспорта, и перестанут по ней ездить. Потому что вот разговаривала буквально сегодня утром с представителями ГИБДД, все ловят, ну отлавливают, в прямом смысле штрафуют, но всё равно это же такое мизерное количество. Здесь что можно всё-таки сказать, да, пока у нас, мы можем придумать любые правила, мы можем придумать, выделять любые полосы, но пока у нас человек, который пытается эти полосы воспользоваться в своих личных интересах, не будет знать, что точно на следующий день или там через неделю к нему придёт квитанция, о том, что он выехал с нарушением правил, пока мы этого не добьёмся, народ всё равно будет пытаться выехать на эту выделенную полосу. Это уже о неотвратимости наказания, как и во всём остальном? Ну, это везде, да, как и, скажем так, в деятельности милиции, так и в деятельности полиции, да, и в том числе в деятельности городской администрации. Это первое, да. Но количество таких выделенных полос будет увеличиваться? Количество выделенных полос будет увеличиваться на сегодняшний день, это количество полос нам всё-таки недостаточно, тем более даже в центре. Ну и ещё одна вещь, которую вот мы собираемся делать, особенно в рамках подготовки чемпионата мира 2018 года, это мы собираемся заниматься обособлением полос для трамваев на полосах городского транспорта. Хорошо. А кроме этого ещё, ну вот про покупку новых машин. Можно назвать автобусы новыми машинами? У нас телезрители спрашивают. Вот я напомню, что буквально прошедшей осенью 50, да, пять десятков новеньких автобусов появилось на улицах Екатеринбурга, что меня лично радует, что пообещали нам в городской администрации, что никакой рекламы на их бортах размещаться не будет, так и не останутся новенькими и зелёными. Будут ещё покупаться новый транспорт? Это один из вопросов, который вот вы задавали, да. Человеку кроме того, что передвигаться быстро, хочется ещё и передвигаться комфортно. Согласите, что передвигаться в новом таком красивом автобусе намного приятнее, чем даже в том транспорте, который предоставляется коммерческим перевозчикам. На сегодняшний день, вот у нас по прошлому году, по 2015 году было получено 58 автобусов, у нас заключён уже договор на поставку последующих 47 автобусов. Более того, вот вчера... То есть их будет сотня? Больше их будет. Больше сотни. Ещё больше сотни. У нас уже пришло 10 автобусов. Мы вчера подписали акт о приёмке ещё 10 штук. И на сегодняшний день отзвонился поставщик, что у него уже готовы стоять к отгрузке ещё 10 новых автобусов. То есть город получает новые автобусы, которые ездят... Вполне Екатеринбург с комфортным общественным транспортом. Плюс второй вопрос, да, сейчас прорабатывается о закупке новых трамваях. Опять же, в рамках подготовки чемпионата мира. Ой, но это давно пора, правда уже? А то вот эти трамваи, которые уже можно, в них можно экскурсии, мне кажется, водить. Ну, у нас сейчас же есть же по трамвайным поддетям, по маршрутам ходят два опытных образца трансмарша. У нас, к сожалению, есть к ним замечания, но мы считаем, что с определённой степенью доработки эти трамваи, в принципе, могут заменить устаревшие наши модели. Про очистку маршрутной сети ещё не могу не спросить. Муниципальные перевозчики постоянно поднимают вопрос о том, что некоторые маршруты муниципального и коммерческого транспорта пересекаются, накладываются друг на друга. Ну и вот, прямо скажу, коммерсанты, они, ну вот, как собаки пятая нога. Будут ли они, пускай, кто бы как вот тут не подумал, не расценил мой вопрос, будут ли коммерсанты, вот эти частные перевозчики вытесняться всё-таки с улиц Екатеринбурга, потому что нареканий в их адрес много, а позитива мало? Сможем ли мы вот задавить количеством общественного транспорта муниципального? Я вопрос всё-таки поставил по-другому. Нам нужно не вытеслять коммерсантов, нам нужно, чтобы те услуги транспортной перевозки, они удовлетворяли горожан. И, в принципе, горожанинам было бы без разницы, коммерсант это делает, или муниципальные припятия, если бы эта услуга была качественной, то есть, если бы с точки А, с точки Б он доехал за нужным ему временем, и при этом бы он получил удовольствие от этой поездки, в принципе, ему было бы без разницы, кто эту услугу ему оказывает. Это такая общая обстановка. А если говорить по качеству... Но это если так, а то у нас, знаете, некоторые пассажиры в коммерческом транспорте седыми до местного назначения доезжают. Единственное, что могу сказать, мы на сегодняшний день пытались сделать оценку, всё-таки, что нравится нашим горожанам, что не нравится. У нас, вот это я обратил внимание, очень много нареканий на качество перевозок. Более того, даже народ жалуется не на сами транспортные единицы, а то, как к ним относятся. Вот, по крайней мере, у нас сейчас поставлены задачи, и мы собираемся за этот 16-й год принципиально изменить качество транспортного обслуживания, вплоть до применятия там штрафных санкций. В принципе, у нас все эти механизмы есть, особенно в рамках внедрения 220-го федерального закона и в рамках построения новой сети. Мы в 2016 году собираемся начинать строить новую сеть. У нас в мае месяце должно выйти результат нашего проекта «Оптимизация маршрутной сети», на основании которого маршрутная сеть вся будет перестроена, и в рамках 220-го закона будет строиться новое принципиальное взаимоотношение с перевозчиками. И, скорее всего, на улице города останутся те перевозчики, которые умеют ездить, умеют ладить с нашими горожанами и не имеют нареканий горожан. И ГИБДДшников. Последний вопрос можно задам? Времени у нас практически уже не осталось, но не могу не спросить, Игорь Анасич. Вот когда разрабатывается новая маршрутная сеть, принимают участие в этом какие-то общественные организации, мониторятся ли мнения екатеринбуржцев? Вот насколько вообще работа городской администрации, сотрудников вашего комитета, имеет обратную связь с пассажирами, собственно, для которых всё это и делается? И есть ли она обратная связь? Ну, понимаете, я бы только не стал говорить учёт мнения, потому что построение новой маршрутной сети – это достаточно сложная техническая задача. Потому что для чего, собственно говоря, строится маршрутная сеть, и для чего создаётся транспорт в том или ином городе? Для того, чтобы человек из того места, где он живёт, скажем так, или работает, переместился в то место, где ему нужно, скажем, или снова жить там, или работать. Поэтому та задача, которая поставлена при разработке новой маршрутной сети, она строится в основном на анализе передвижения граждан. У нас та организация, которая выиграла конкурс по построению этой маршрутной сети, на мой взгляд, предложила достаточно интересный механизм, который позволяет, в принципе, отследить, куда наши горожане в течение каждого часа, каждого дня рабочего или выходного двигаются. И на основании вот этих, так называемых, точек перемещения, точек передвижения или маршрутов перемещения, понять, куда ему реально нужно двигаться. И тогда уж с учётом реальных потоков наших горожан из одной точки в другую построить этот маршрут. То есть мониторинг всё-таки есть? Мониторинг перемещения горожан, но это не опрос мнения. Ну, всё равно. Он делается сугубо техническими средствами. Это же учёт востребованности, правильно? Это учёт реальных перемещений горожан. То есть мы не опрашиваем его. Давайте мы одну и ту же вещь будем по-разному называть, но самое главное я для себя выяснила. Спасибо вам большое, что пришли, Игорь Анасич. Давайте мы с вами подождём, вот когда в Екатеринбурге будет уже больше сотни новеньких автобусов ездить. И когда екатеринбуржцы привыкнут к новым тарифам, мы с вами встретимся ещё раз в этой студии и попробуем вот как-то подвести итоги уже. Когда это будет, кстати? Ну, у нас по контракту поставка в автобусах второй партии должна быть в марте месяце. И с учётом того, как поставка идёт раньше, чем даже мы намечали, я думаю, что поставка будет даже раньше. Ну, тогда вот буквально до весны-то осталось немного. Я всегда так после Нового года начинаю говорить. Ждём вас в нашей студии и обязательно продолжим разговор об общественном транспорте и о Екатеринбургских улицах. Спасибо всем, кто был с нами. Игорь Анасич Федотов, председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга. Ирина Боева была также с вами. Оставайтесь с ЕТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!